Добрый день, мои дорогие! На связи из-за студии имени Степашкина преподаватель Вишнякова Татьяна Викторовна. Ребятки, здравствуйте! Мы довольно давно не выпускали видео для детей. И вот сегодня я хочу вернуться с вами к пластилинографии. И мы с вами вылепим вот такой вот чудесный маленький дачный домик. Многие сейчас уехали за город. И я думаю, что эта тема будет интересна. И вам, и мне. И мы с вами одновременно вспомним наши основные приемы пластилинографии. Значит, смотрите. Так же, как и в прошлых видео, значит, этот рисунок мы отсканируем. И я его размещу по ссылке под видео. То есть, шаблон рисунка, шаблон этой композиции, он у вас будет. Вот. Соответственно, мы сейчас вот таким образом затонируем обратную сторону эскиза для того, чтобы перевести этот рисунок на шаблон. На шаблон. Так. Берем карандашик. Вы возьмете распечатку шаблона, который вам подготовят родители. И вот таким образом, обводя рисунок, рисунок можно обвести, неважно, как бы острым карандашом, шариковой ручкой на картон. Вот таким образом. Значит, вот он, в принципе, отпечатывается. Значит, обратите внимание, картон я подклеила голубой к зеленому. Да? То есть, у нас, ребятки, с вами пойдет голубое небо. И, соответственно, зеленая лужайка нашей дачи. Значит, вот таким образом мы с вами обведем данную композицию. Она у нас просто будет, как предварительный шаблон. Домик, заборчик, две линии облачков, солнышко, солнышко. Вот, соответственно, клумба с цветами. Вот, и такая условная, схематичная грядочка с морковкой. Наверняка сейчас, ребятки, многие на даче, мамы ваши, бабушки, занимаются сейчас посадкой, цветами, огородом. И мы, соответственно, вот, сделаем такую светлую дачную композицию. Значит, посмотрите. Значит, вот я примерно обвела рисунок. Вот он у меня тут, в принципе, пропечатался. Он виден. Вот, вы в домашних условиях сделаете то же самое. Итак, давайте приступим к лепке. Значит, начнем мы с белого пластилина. Значит, в данном случае у меня пластилин традиционный, не восковой. Пластилин традиционный. Так, значит, отщипываем кусочек. Что хочу сказать, ребятки, напомнить, что с этим пластилином лучше работать где-то в достаточно теплом, теплом помещении, да? Значит, вот таким вот способом примазывания, да? И так, вот такими вот размазывающими движениями дальше мы с вами формируем солнышко. Вот такими вот. Вот. И переходим непосредственно к клепке домика. Клепке домика. Значит, первым делом берем голубой пластилин и вот таким образом внутри размазываем, залепливаем окошечко. Окошечко. Залепливаем. Так. Вот таким образом. Значит, это наша как бы заготовка будет. Дальше я для формирования стен и крыши хочу взять вот такой вот симпатичный пластилинчик бледно-рыжий. Но это не обязательно. Значит, вот такими же примазывающими аккуратненько движениями согрели оранжевый пластилинчик. Или, может быть, серые стены. Могут быть белые стены, да? То есть, по вашему желанию. Единственное, что я бы порекомендовала, не делать стены слишком темными. Вот. Значит, крышу мы вот таким образом замазали. Да? То есть, растиранием пластилинчика, распределением вот так вот указательным пальчиком. И дальше можно переходить к красному пластилину красивой черепицы. Значит, мы оторвем кусочек. Оторвем кусочек. И дальше... Дальше... Вот такими маленькими... Вот посмотрите, да? Вот я формирую. Вот такие маленькие жгутики, да? Мы вот так вот аккуратно, поэтапно начинаем выкладывать черепицу. Вот здесь вот внимательно запомните. Вот так вот снизу, снизу и вверх. Вот такими маленькими шариками, капельками, да? Вот так вот мы ее берем. И вот так вот как бы одну на другую. Как будто бы, ребятки, с вами строим крышу. Налепливаем. Вот так вот одну на другую. Вот одну на другую. Видите как? То есть она немножечко напоминает чешуйки рыбы. Одну на другую. Вот. Таким образом. И точно так же крышу черепицы мы ведем вот так вот с другой стороны снизу и налепливаем вверх. Снизу. И вот так вот ее налепливаем вверх. Снизу. И вот так подхватываем вверх. Снизу. И подхватываем вверх. Таким образом. Вот. Дальше. И вот так вот вверх. Таким образом наша крыша готова. Так. Теперь мы занимаемся дальше стенами дома. Возвращаемся к оранжевому пластилину. И начинаем формировать у дома как бы такие красивые камешки. Вот. То есть это вот такая форма. Видите? Как такое плоское яичко. И мы вот такими движениями как бы приклеиваем камешки разные. Да? Вот они пошли. Вот. Вот так вот. Вот. Значит камешки наши мы аккуратно вот так вот распределяем по всей поверхности по всей поверхности нашего домика. Да? Вот таким образом. Вот. То есть как будто бы наш домик он состоит из вот таких вот отдельных отдельных камешков. Симпатичных, красивых. Да? Вот. Какие-то камешки могут быть побольше. Посмотрите. Какие-то поменьше. Да? Вот. То есть вы размер и динамику камней то есть вы ее обязательно чередуете. Да? Чтобы она у вас была такой интересной, красивой. Вот. А если что-то за мною быстро не получается, то ничего страшного. Ставьте видео на паузу. Вот. Я сейчас нахожусь на даче. И у нас тут на даче как бы условия не идеальные. За окошком там кудахчат курочки. Вот. И идет такая жизнь. Значит вот таким образом мы доделываем камешки у нашего домика. Да? И дальше значит посмотрите какие-то камешки могут быть больше какие-то меньше. Да? То есть чередуйте именно динамику и размер камней. Смотрите у меня тут специально застелена клеенка вот вам нужно взять досочку для лепки. И вот таким образом мы с вами ребятки выкатываем в достаточно тонкий белый жгутик. Вот. Это будут наши будущие рамы. Теперь вот так вот значит отрезками отрезками жгутика мы начинаем формировать окошко нашего домика. Значит посмотрите полосочки я размещаю как бы на границе голубого фона и камешков на границе. Вот таким образом я их наклеила и мы их вот так вот аккуратно приплюскиваем не очень сильно то есть чтобы немножечко значит вот у окна шло вот это вот ощущение барельефа вот таким образом так теперь из остатка мы формируем вот такую горизонтальную раму у окошка и выкатываем из белого пластилина второй жгутик я катаю на клеенке вы выкатываете на доске вот таким образом так опять же значит берем отрезок и формируем вторую раму вот дальше отщипываем значит от вот этого белого жгутика еще кусочек и делаем сначала в руках вот такое вот как бы колечко как бы круглое окошечко посмотрите да вот таким образом я его сначала вылепила в руках на весу вот видите а потом это окошечко вот так вот кладем на окно чердачное дальше чтобы у нас вот здесь вот на чердачном окошке как бы не светился рыжий мы точно так же вот так вот внутрь вплюскиваем голубенький пластилин вот видите да и из оставшегося кусочка вот такого вот его разделяем на твое и делаем такую красивую красивую аккуратненькую раму в чердачное окошко да вот и все вот так вот смыкания у кого не очень получается пальчиками может себе вот так вот помогать стекой смыкание окошечка посмотрите мы вот так вот постараемся замазать вот собственно наш домик готов домик готов значит теперь посмотрите из коричневого пластилина вот я оторвала примерно вот такой размер и я его разделяю на два на два и вот и вот так вот ребятки как и под предыдущие кусочки мы его аккуратно разминаем согреваем в ручках не спешим да а если согретый пластилин то есть как мы наносили облачка облачка точно так же мы размазываем пластилин на грядочке которая у нас такая длинненькая вот видите такая длинненькая получается грядочка как длинная такая колбаска так и размазываем ребятки пластилин для клумбы но клумба у нас должна по возможности получиться такой более овальной более овальной да она овальная вот вот такой овал у нас красивый так вот таким образом да вот ну и давайте мы наверное приступим сначала клепки морковки вот я взяла кусочек ярко-рыжего немножко отщипнула да вот и из этого рыжего я формирую три шарика наших корешков морковки значит вот посмотрите один один второй и у меня в руках третий значит вот так вот вспоминаем ребятки как мы выкатываем шарик да вот вот таким образом и он уже даже у меня почти упал на то местечко которое нужно дальше выкатываем вот так между ручками вот здесь вот да в центре ладошки второй шарик так и точно так же высаживаем третий третье как бы корневище морковки который у нас торчит из земли дальше зелень на морковке я предлагаю сделать вот такой светло-зеленый ничего страшного если у вас остался допустим пластилин темный изумрудный сделайте из него и точно так же я вот этот кусочек разделяю на три части то есть мы сделаем у морковки три хвостика вот и посмотрите как чтобы нам сделать хвостики морковки я скатала шарик да то есть мы процедуру повторяем но вот так вот пальчиками я из шарика вытягиваю вот такую красивую капельку да вот видите вот вытягиваем так вот пальчики у вас как уточка да должны быть вот как клювик вот так вот и мы вот таким клювиком из двух пальцев мы вытягиваем капельку вытянули и вот таким образом красиво к морковке приклеили дальше делаем то же самое выкатываем шарик и вытягиваем 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 из шарика формируем капельку видите как если что-то непонятно ребятки ставьте на повтор так наклеиваем вторую капельку и повторяем действия третий раз вот так вот скатали и сделали вот такую капельку видите из шарика вот так вот я перехватываю и вытягиваю острую капельку вытягиваю острую капельку и мы ее наклеиваем так отлично вот у нас получилось три морковки теперь мы возвращаемся к лумбе а на клумбе я хочу сделать красивые розовые и красные тюльпаны точно так же от пластилина отщипываем небольшой кусочек и мы сделаем наверное два тюльпана розовых и один раскрытый красный так согреваем в ручках пластилин выкатываем вот такой шарик шарик выкатываем и его вот так вот трансформируем в такой объемный овальчик по форме напоминающей яичко вот такой вот так и приклеиваем его вот так вот на грядочку теперь опять выкатываем шарик выкатываем шарик его вот так вот пальчиками приплюскиваем трансформируем в объемное яичко вот видите в такое удлиненное и как бы вот здесь высаживаем второй бутон тюльпана так теперь дальше дальше точно так же из красного пластилина формируем объемное яичко высаживаем его вот так вот в центр но к этому тюльпану мы примажем еще два красивых боковых лепесточка значит посмотрите это два маленьких шарика да вот видите один и второй мы их вот так вот и немножко их расплюскиваем то есть чтобы у нас овальчик получился как плоскостной такой лепесточек вот он плоский видите вот один плоский лепесточек мы его сейчас так вот примажем к тюльпану и второй плоский лепесточек мы его тоже примажем к тюльпану так вот и дальше нам осталось ребятки сделать вот здесь вот на тюльпанах я бы вам посоветовала сделать ярко изумрудную зелень то есть красивую ярко изумрудную вот значит каким образом значит мы вот так вот кусочки пластилина вот так вот их разделяем выкладываем на поверхность вот и дальше вот таким вот как бы примазыванием да вот таким вот как бы сделали капельку в руках сделали капельку и капельку вот так вот примазываем к коричневой грядочке вот чтобы чтобы как-то наши цветочки очень красиво окаймляла зелень да вот таким образом вот вот у меня сейчас в комнате очень тепло хорошо и поэтому пластилин размазывается очень просто да то есть я практически усилий не прикладываю то есть он сам ложится в ту форму которая нужна мне вот значит обратите внимание что у тюльпанчиков зелень похожа на такие стрелки зеленого лука да это очень важно чтобы ребятки листики цветов у вас были узнаваемы узнаваемы вот таким образом посмотрите вот видите вот значит мы вот так вот высадили тюльпанчики и морковку и у нас остается как бы конечная композиция это заборчик значит для заборчика мы скатаем сначала с вами 6 жгутиков я хочу чтобы у меня был вот такой вот заборчик не очень темный а вот такого серого оттенка значит я рисунок пока отодвигаю у меня клееночка у вас доска так и мы катаем несколько я сейчас покажу вот примерно вот такого размера колбаски вот видите они не очень большие не очень большие потому что мы их еще будем придавливать немножечко к рисунку вот я скатаю 6 вот таких вот красивых коротеньких колбасок и дальше для этого же заборчика мы скатаем две достаточно длинных два достаточно длинных но при этом тонких жгутика это то что будет наш заборчик держать значит вот такой вот один тонкий жгутик который мы разделяем на двое и второй вот и сейчас я вам на рисунке покажу как мы этот заборчик с вами будем строить как настоящий строители так вот таким образом вот посмотрите да и у меня 6 колбасочек вот коротеньких и если не успеваем ставим на паузу так теперь значит вот мы посмотрите как вот три колбаски вот так вот выкладываем вертикально вот видите они как бы у нас пойдут за домиком с одной стороны и с другой стороны постарайтесь чтобы колбаски своими краями не впечатывались в листву потому что композиционно это будет ну не очень красиво вот и теперь мы их вот так вот аккуратненько барельефом то есть видите немножко заборчик вот у нас колбаски более-менее жгутики одинаковые и мы их вот так вот аккуратно примазываем к листу нашей бумаги да вот таким образом мы их примазали вот и вот так чуть-чуть приплюснули придавили да вот у нас получился заборчик довольно аккуратный и теперь мы вот такими вот горизонтальными то что называют слеги слегами наш заборчик аккуратно как бы закрепляем эти досочки между собой потому что иначе в реальной жизни заборчик так стоять не будет он развалится так одна слега и вторая слега вот таким образом вот посмотрите такая вот у нас получилась яркая красивая композиция такая видите динамичная достаточно вот еще я в свою композицию но это по желанию да я хочу сделать вот такую вот темно-синюю красивую летящую птичку значит как она делается посмотрите значит я катаю жгутик в руках колбаску такую да и вот так вот с двух сторон ее вытягиваю я ее пальчиками заострила чтобы у нас были у птички крылышки остренькие такие да вот так вот ее согнула в руках и вот уже у нас красивая птичка да такая прям настоящая настоящая прям грач такой настоящий она полетела я ее аккуратно хочу вот здесь вот наверное в стороне от солнышка сделать вот такую красивую летящую птичку вот ну птичку по желанию можете делать можете не делать это ваше право так ну вот наша композиция закончена всем спасибо за внимание вот я для родителей значит обязательно сфотографирую шаблон рисунок и обязательно сфотографирую готовую композицию всем пока сфотографирую сфотографирую сфотографирую